Это он своих собак ангелами нарисовал, дедушку с бабушкой, которые умерли. Дети это не должны видеть, не должны это чувствовать и проходить через это. Но и мне, как матери, читать это все очень больно. Семья Егора смогла выбраться из оккупированного противником города только через 100 дней после начала войны. В Запорожье они приехали ночью вместе с другими эвакуированными несколько дней назад. Говорят, сдохнули с облегчением, вернулись домой, в свободную Украину. Просто, не знаю, плакать хотелось, когда услышали наших ребят. Вот элементарно звонить телефон, мне не кажут, что там абонент не может принять этот звенок. Я сочую и все. Все, слезы, радость, счастье. Егор думает, что его не видно. В Запорожском центре «Я Мариуполь» 9-летний Егор общается с психологом, играет с аниматором и посещает врачей. Он его 15-летняя сестра Вероника, мама и бабушка. В Мариуполе были ранены, дом разбомблен. Мы прятались в ванной, прилетел снаряд, у меня все плывет перед глазами, меня в итоге вытаскивали, ничего не видела, не помнила. Сосед прибежал, он говорит, я не медик, давай спасать, что-то делать, чтобы кровь остановить. Вошел я, и у меня вот это в глазах все пыль, это очень страшно. Потом я увидел лежащего дедушку, потом на маму кричит с Никой, забегайте к бабушке Маше, там, ну, дедушкину комнату. Ну, а дедушка сломал ногу и за две недели истек кровью. Первая запись в дневнике начинается словом «война». Потом синими чернилами ребенок выводит строки о гибели близких ему людей, двух убитых собаках и желании уехать. Не хочется на это все смотреть. Тем более рядом там дедушкина могилка, не хочется на нее смотреть. Начал писать, когда у меня дедушка умер, ну, и дальше там, даже не помню, что. Но я помню, что дедушка. Записи на этих листках прочитали миллионы людей. Родственник Егора сфотографировал дневник и рассказал о нем миру. Маленький мариупольский летописец заполнял его между обстрелами и бомбежками. Он писал о сестре, которая спасла из-под завалов кота Кузю, о том, как строили домики для беспризорных собак, раненой спине, которая осталась у него после обстрела их дома. Это Михайлович. Он отдыхает просто на земельке. Это военный. Это танк. В иллюстрациях к написанному изображал себя сгоревшие дома военную технику, которая была за окном дома и любимых собак. Они погибли во время очередного обстрела. Когда нас накрыло и их, конечно, убило. Вот, бебемку, ой, Даньку стеклом порезала, а бемку завалила. Егор и его семья теперь в безопасности. Здесь, на подконтрольной Украине территории. Им выделили жилье. От застрелых ран их будут лечить хорошие врачи. А маме Егора найдут работу, чтобы она могла обеспечивать своих детей. Надежда Сухорукова, Борис Яковенко из Запорожья. Специально для информационного марафона Freedom телеканала UA.